Что успели сделать и к чему надо стремиться? Министерство экономики и развития провело коллегию по итогам 2020 и планам на ближайшее будущее. Глава региона напомнил о социоэкономическом рейтинге и о позициях, которые в нем занимает Ульяновская область. Начиная с 2009 года, мы уверенно входим в тройку лидеров в рейтинге социально-экономического развития среди регионов Приволжского федерального округа. 14 регионов ПФО, а мы в тройке. Уже несколько лет подряд, вне зависимости от внешних условий, наш регион стабильно занимает вторую строчку. По словам руководителя Министерства экономики и развития, в 2020 году наши предприятия вышли на новый уровень. Компания Симас выпустила комфортабельную модель пригородного автобуса, которому нет аналогов на российском рынке. Своевойная машина от завода металлоконструкция составила конкуренцию итальянской и немецкой коллеге. Стоит отметить, что нашу покупают охотнее. При отличном качестве стоит она в два раза дешевле, чем вышеупомянутые иностранки. Легкая промышленность тоже порадовала. Есть предприятие, которое сражалось с ковидом на передовой вместе с медработниками. Спасибо компании «Бастон». Эта компания взяла на себя основную миссию по защите нашего медицинского персонала, который обслуживает в том числе и больных, которые заболели ковидом. Компания очень быстро перешла и освоила выпуск профессиональных защитных костюмов для медицинских работников. Порядка 300 тысяч комплектов было сшито. В 2020-м за счет налоговых отчислений ульянские предприятия сформировали областной бюджет на 40%. Малый и средний бизнес с небольшими потерями перенес ковидные испытания. Не так уж и много предпринимателей сняли свои ИП с регистрации. Через онлайн-платформы e-commerce, Wildberries и Ozone ульяновские производители успешно продавали свою продукцию. С 2019-го обороты заметно выросли. Объем продаж через Wildberries ульяновских предприятий превысил уже отметку в 1 миллиард рублей. Год назад это было 450 миллионов рублей. Ozone также показал существенный рост. В 4 раза на этой площадке увеличились объемы продаж ульяновских предприятий и предпринимателей. В этом году корпорация развития намерена вплотную заняться государственно-частным партнерством и женским предпринимательством. Также готовится пакет документов о мерах поддержки для популярных мест отдыха, загородных лагерей и турбаз. Коллегию посетил федеральный гость – депутат Госдумы Владимир Кононов. Владимир Михайлович высоко оценил работу ульяновского наноцентра. Политик считает его лучшей кузницей технологий в Российской Федерации. Больше всего меня поразили не только уникальные разработки, чем ребята занимаются, но сами люди. То есть это очень такие творческие, с горящими глазами люди. Владимир Кононов планирует и в марте приехать в гости. Депутат настроен посетить остальные предприятия. Также он будет награждать талантливых школьников за участие в научно-технических и исторических конкурсах. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.